Семью Семью, как любой хрупкий организм, нужно беречь, укреплять, а иногда лечить. Только где же найти такого доктора, который лечит семейные проблемы? В Самаре задумались над этим еще в начале 90-х, а завершилось формирование службы семьи 20 лет назад открытием городского центра социальной помощи семье и детям. В 90-е годы это разброты шатания, это потери всех каких-то ценностей, ориентиров в нашей жизни. И я думаю, что на тот период центра семья как раз стали вот такими вот островками, откуда вот эта вот работа с семьей, вот по укреплению семьи, как раз вот она и началась. С самого начала встала стена вопросов. Как расставить приоритеты? На что направить силы? Дело-то новое, никаких инструкций не было. Вы просто не представляете, как это было интересно, потому что рассчитывали мы только на себя, вот на свои интересы, на свои желания, а еще на пожелания окружающих людей. Очень удобно работать было в центре семьи, очень свободно, вы знаете, вот все свои желания вот могла притворить в жизнь, да? Предупрежден, значит вооружен. И можешь действовать. Это поняли сразу. Сегодня в центре создана специальная база данных. В ней вся информация о детях и подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию. Цель такого хранилища одна – как можно быстрее и эффективнее помочь ребенку. Сведения о детях, попавших в беду, хранятся в электронном архиве до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Но и после этого о ребенке не забывают и полгода отслеживают его судьбу. Какие ощущения были? Кому вы доверились? Подростковый возраст требует от взрослых максимум внимания. Что-то просмотрели, не заслужили доверия и не заставит себя ждать печальные результаты. На базе центра «Семья» проходят тренинги для подростков, трудных и разных. Ребята учатся решать конфликтные ситуации, анализировать свои поступки. Ребята уходят все-таки с вопросами. Ребята уходят, размышляют о том, что происходило на тренинге. Иногда и на следующем тренинге, как бы в обратку, мы все-таки какие-то вопросы обсуждаем, которые не обсудили на этом тренинге. Такие тренинги служат еще и профилактикой наркомании и алкоголизма. Эта работа ведется центром более 16 лет. Мы отмечали улучшение обстановки в семьях, в том числе и прекращение злоупотребления алкоголем у родителей или, во всяком случае, значительное уменьшение потребления алкоголя. Здорово, когда есть куда обратиться. Только прийти со своими проблемами, довериться чужому человеку готовы ведь немногие. Неблагополучная семья часто ведет замкнутый образ жизни. Ее члены имеют ограниченный круг общения. Поэтому основой социального сопровождения семьи является патронаж. Ну а в остальном, вот у нас недавно был ЧП, и как мы сейчас с этого вышли с ЧП, Диана? Что там за ЧП у тебя было? А, все. Один такой визит может многое сказать специалисту. Через патронаж видно человека именно дома, в домашних условиях. Человек как бы расслабляется и чувствует, как бы входит в доверительную беседу. И более так глубокий идет разговор. А самое главное, именно при первой встрече выяснить любую причину, которая как бы стала началом любого кризиса, семейного кризиса. Каждый ребенок испытывает определенные потребности, которые он не может удовлетворить сам. Самара стала первым городом, в котором задумались о подготовке приемных родителей. И все эти годы школа замещающих семей была для центра приоритетным направлением. Знания, которые мамы и папы получают на занятиях с опытным психологом, как путеводная нить. Она помогает выбраться из лабиринта конфликтов и сохранить ребенка в семье. Когда мы подводим итоги курса в целом, вся группа единогласно говорит одно и то же. Эти занятия нужны не только нам, тем людям, которые берут в приемную семью ребенка. Это занятия, которые нужны всем родителям. Задачи службы множились, становилось тесно. И в сентябре 2013 года в исторической части города открылось Ленинское отделение городского центра «Семья». Одними из первых здесь начали работу над социальной адаптацией выпускников детских домов. Система воспитания сирот государством порождает иждивенческое мышление. Покинув стены интерната, они уверены, что все им должны, что необходимое будет, как и раньше, появляться на волшебном людичке. В центре ребят учат правилам общения, воспитания и даже этикета. Ну и просто ребятам просто нужно человеческое тепло, так скажем. Они к нам привыкли уже, они приходят сюда уже как домой. Для них приезд сюда это является уже наградой какой-то, даже поощрением. Стал я более добрым и стал уравновешенным, стал более относиться с добротой к детям. «И мы не просто так сидим, пим-пим-пим, пим-пим-пим». Сюда, в уютный особняк на Ленинской, любят приходить и самые маленькие жители района. В семейном клубе «Крошкин дом» молодые мамы получают первый родительский опыт, а их малыши – положительные эмоции и навыки развития. «Мы еще пока не ходим в садик, в детский садик, и есть возможность социально адаптироваться в кругу своих ровесников. А здесь они, кроме каких-то развивающих занятий, получают общение живое». «У вас есть домографа, вы можете указать, мы учитываем ваше предпочтение, но предлагаем мы в порядке очередности». «То есть вы будете звонить и предлагать нам что-то, да?» Санаторные лечения, оздоровительные лагеря, пансионаты с летним отдыхом детей помогают тоже здесь, в центре семья. Для детей трудных, иногда неуправляемых, создана летняя коррекционная группа. Ребята здесь не просто накормленные под присмотром. За годы работы группы удалось решить массу педагогических и психологических проблем. Есть необходимость, так сказать, вмешательства специалиста, который по-другому ребенку объяснит эту ситуацию. И ребенок посмотрит уже со стороны не себя, не родителя, с которым он привык всю жизнь жить, а совершенно нового человека, который появился в его жизни. И, то есть, этот человек занимает уже какой-то новый авторитет, возможно. Если 20 лет назад никаких стандартов социальной работы не было, то сегодня они есть и разработаны именно в городском центре «Семья». Все подразделения Самарской службы семьи получают специальный журнал «Вестник», где обобщен лучший инновационный опыт по работе с приемными семьями, семьями с детьми-инвалидами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Чтобы быть профессионалом, необходимо развиваться. Повышение квалификации для всех сотрудников службы, также забота специалистов городского центра. Вот то, что мы делаем для специалистов, специалисты это используют в работе с семьями, и для нас это, безусловно, является нашим результатом, если повышается качество жизни наших семей, которым оказывают услуги специалисты наших центров «Семья». Взяв старт в неспокойные 90-е, центр проделал серьезный путь и колоссальный объем работы. Сегодня коллектив может реально видеть плоды своего многолетнего труда. Перед его сотрудниками прошло множество непростых судеб, сложных ситуаций, и, безусловно, нужно иметь большое терпение, открытое сердце и внутреннее призвание, чтобы работать с семьей, институтом, на котором держится наше общество. Хочется все время стабильного коллектива, чтобы у нас были люди, которые работают, работают долго. Потому что когда люди долго работают, они знают весь наш район, все семьи знают. Если бы о многих наших специалистах знали, они пользовались таким авторитетом, я думаю, что это было бы для нас самой высокой оценкой нашей работы. Социальная поликлиника. Наверное, это самая точная формулировка сути работы сотрудников центра семья. Не всегда у посетителей находится время и силы сказать в ответ добрые слова. Такие важные и необходимые. Я вот лично в центр семьи обращалась, и не жалею ни на минуту, сколько уж они меня выручали. И сейчас выручают как бы. То есть мне вообще, если бы не центр семья, я не смогу. Ваше спасибо, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok